Нарицын Пётр Михайлович родился 21 декабря 1903 года в деревне Митина, Вологодской области. Работал в милиции города Устюжина, Вологодской области, а затем в Аханинской области. В 1941 году был призван в армию и направлен на фронт. Командир орудия танка, младший сержант Нарицын в боях с 13 по 14 января 1943 года в составе экипажа уничтожил два танка, артиллерийскую батарею, 4 минномета, 5 пулеметов, 7 дзотов и много гитлеровских солдат. 21 января 1943 года у хутора «Новая надежда» под городом Сталинградом танк был подбит и окружен врагами. Танкисты отстреливались до последнего патрона. Гитлеровцы облили танк бензином и подожгли. Экипаж погиб. После освобождения хутора весь экипаж погранили рядом с мельницей гибели. Соорудили на могилу временный белиск, который после победы заменили на каменный монумент. На плите выстекли фамилии и барельефы четверт танкистов. Ярославца Алексея Наумова, орловчанина Николая Велых, астаханца Павла Смирнова и охангел-городца Петра Нарицына. Всем им по личному представлению командующего Датским фронтом генерала армии Рокоссовского 23 сентября 1943 года было присвоено звание Героев Советского Союза. Однако фактически танкистов было не четверо, а пятеро. Сержант Феодосий Григорьевич Ганус, пятый член экипажа танка КВ-1 из города Липецка, был вычеркнут из представления на награду, так как был немцем по происхождению. После всех выяснений обстоятельств этой истории рабочие Новолипецкого металлургического комбината и до призыва работы танкист обратились с письмом к президенту Российской Федерации о присвоении Феодосию Ганусу звания Героя Советского Союза. 19 июля 1996 года, спустя более чем полвека, указом президента РФ Ганусу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Имя пятого члена легендарного танка КВ полноправно появилось и на Обелицке.